КОКА-КОЛИ Интересно, что изначально КОКА-КОЛА продавалась только в аптеках, как лекарство от импотенции и любых нервных расстройств. Сначала покупали в среднем по 9 бутылочек в день. За 125 лет КОКА-КОЛА напоила весь мир. Если всю произведенную КОКА-КОЛА раздать в бутылках всем жителям планеты, то каждый получит по 1500 бутылок. Формула газировки, которую придумал фармацевт Джон Стит Пембертон, до сих пор хранится в строжайшей тайне. Ее знают только два человека на Земле. КОКА-КОЛА Это полезный занавес Советского Союза только в ходе подготовки к Олимпиаде 80 в Москве. Перед иностранными делегациями мы никак не могли опозориться и показать, что в стране развитого социализма нет того, что есть у них, в странах загнивающего капитализма. Но даже спустя долгие годы после Олимпиады американскую газировку можно было купить только в Москве, и только если очень сильно повезет. Я родилась, в общем, в шестом. Поэтому нет, я об этом ничего не помню, даже если бы очень сильно не хотела. Я думаю, что вряд ли бы у меня мама вместо бутылочки с молоком кормила бы Кока-Колой. Поэтому однозначно я ее попробовала 15 лет назад и очень-очень этого рада. Я помню, я пил глотками, как будто бы это что-то волшебное вообще. Но потом в детстве я вообще очень много пил газировку. И Кола, она была всегда дорогим напитком для нас, для простых людей. Меня достаточно строго воспитывали, мне не давали пить газированные напитки. Поэтому Кока-Кола я попробовала уже в достаточно сознательном возрасте. И на самом деле до сих пор люблю ее пить, но не часто. Я только знаю, что все хотели попробовать. И когда мы выехали за рубеж, я попробовала, и мне показалось, что это жуткая гадость. Потом я привыкла, потому что было очень жарко, и она действительно утоляет жарко. Мне больше нравится фар. Но дети, которые росли у нас постепенно, два сына, они просто обожали. Мне кажется, это напиток для детей. Мне кажется, наше поколение рождалось уже с тем, что Кока-Кола есть, Кока-Кола была и будет всегда. Поэтому даже тяжело припомнить, когда это было в первый раз знакомства, потому что уже вот мы, вот сколько мне там, в 2008 году рождения, я уже не могу себе представить мир, в котором нет определенных брендов западных, в том числе Кока-Кола. Помню, помню красивую бутылочку, помню странный цвет напитка, странный вкус, который отвечал очень цветом, запахом от лимонадов в нашем белорусском цвет напитка, в которых стромный, так сказать, ассортимент был в то время у нас. Сейчас сладкая газировка есть везде. Кроме того, она стала традиционным напитком ресторанов быстрого питания. Некогда лекарство от нервных расстройств и импотенции теперь прочно вошло в категорию фастфуда. Отношение к нему, как известно, неоднозначное, но как бы его ни критиковали, все равно пипл хавает. Я значительную часть жизни живу в Италии. Как-то, знаете, после итальянской еды не приходит в голову травить себя фастфудом. Хотя, я вам честно скажу, я слышала эти признания от многих больших гурманов и искитов. Иногда у всех появляется желание пожрать дерьмица. К фастфуду я всю жизнь относилась хорошо, до тех пор, пока не задумывалась о том, что фигуру нужно поддерживать. Хотя поддерживать ее нужно здоровыми продуктами, как, например, помидорки, моцарелла и все остальное. Но иногда выпить, позволь себе, немного Кока-Колы, да. У меня благодаря Кока-Коле вообще какое-то яркое детство было, потому что где бы я ни находился, я все время пил Кока-Колу с лимоном. Я был в Америке, в Штатах, когда я первый раз попал в Universal Studio. Я пил там большой стакан Кока-Колы. Когда я был в Magic Mount, я пил огромные такие вот флагоны Кока-Колы. И у меня почему-то все яркие какие-то события жизненные, особенно детские, они все ассоциируются именно с Кока-Колой. Если с утра до вечера пить, то вырастет такая ряха в разные стороны. Там же очень много, я посчитал, выпить двухлитровую банку Кока-Колы, это равносильно съесть полтора гамбургера огромных. К фастфуду я отношусь, в принципе, конечно же, отрицательно, как любой нормальный человек. Но так же, как и любой средний человек в нашей стране, я иногда не могу от него отказаться. И вот я напихаю себе вот этого, как говорится, ну, сказал бы я чего, да, и выхожу как колобок, выкатываюсь, но все равно легче уже работать. И вот я ем все подряд, по полкило вафлей съедаю в ночь. Ни в чем себя не урезаю, но каждый день бегаю 10 километров. Все. А то налетит земля на рост, всех стряхнет нас, а мы не поели, не попили. Если бы мне было 18 лет, я бы относилась точно так же, как относится молодежь, да? И потом время такое, мне кажется, все на бегу, и действительно лучше съесть отвратительный бутерброд, но почувствовать, что ты утолил чувство голода. Если есть возможность, да, как бы питаться нормально, то она у меня есть. Поэтому, когда есть и нечего есть, и есть отвратительный бутерброд, и меня кто-то им угощает, я его съем. Я даже скажу более. Я немножко нахожусь в какой-то зависимости от этого всего. Потому что я люблю действительно, ну, не пасту, я люблю почему-то Макдональдс, я люблю Кока-Колу. И мне было иногда стыдно даже писать об этом в Твиттере, то, что я хочу сейчас взять там какой-нибудь гамбургер и стакан холодной колы. И мне сразу обрушивались куча сообщений о том, что, Влад, как ты можешь, ты портишь свое здоровье и так далее. Я нашел единомышленников. Когда приезжал Бьюнс в Москву, я спрашиваю, что она любит есть или вообще, в принципе, чем она питается, что она пьет. Она сказала, что я никогда в жизни не откажусь от фастфуда, бургеров и Кока-Колы. На самом деле, я вегетарианка и привержен к здоровому образу жизни и здорового питания. Поэтому, честно сказать, фастфуда, во всей его красе, ну, не совсем моя история. Нет, на самом деле, фастфуд в любом случае, это то, что всегда хочется. Но иной раз, особенно если это артист, да, нельзя. Но с другой стороны, в конце концов, живем один раз. И если хочется, ничего бы не покушать. Я обожаю гамбургеры, но, естественно, это потом плащадно сказывается на фигуре, на коже. И, в принципе, в общем, на здоровье. Поэтому я стараюсь здесь все на пару. Но, к сожалению, это занимает гораздо больше времени, чем заехать в Монтанку, купить себе двойную чистку. С Кока-Колой. Что касается Кока-Колы, я могу сказать, что как бы лично вы или я к этому не относилась, к этому напитку, но это абсолютная икона западного буржуазного мира. К нему и надо относиться, как иконе. И, кстати говоря, современное актуальное искусство, его многажды, многажды, многажды интерпретировало этот напиток, уже этот бренд, как некую икону и было абсолютно право. На празднике Кока-Колы выступила Корнелия Манго, в сольном одиночестве спел Иванушка Интернешнл Кирилл Андреев, Ирина Дубцова зажгла в дуэте с Полиной Гагариной, и это далеко не все звезды, которые вышли на сцену в тот вечер. Веселье продолжалось, даже когда гум уже закрылся. Аттракцион невиданной щедрости был всепоглощающим. Горячие блюда не успевали остывать, а разливали не только Кока-Колу. Даже когда праздник практически закончился, некоторые все равно ни в какую не хотели уходить. Субтитры создавал DimaTorzok